Всех приветствую, мои дорогие! И сейчас, пока моя малышка спит, хочу быстренько снять видео про покупки в фикс-прайсе, в которую мы сейчас заходили. Покажу для начала вот такой набор вешалок. Так, что-то телефон у меня не хочет фокусировать. Вот такой набор для легкой одежды. Такие они, среднего размера. Я их взяла, чтобы повесить детские куртки и комбинзоны. Потому что как раз все перестирала. И хочу убрать в шкаф. Как вы видите, здесь 6 вешалочек. Мне кажется, они должны идеально подойти. Вот информация сзади, кому интересно. Стоили они 50 рублей. Все, что я сегодня купила, кроме печенья, стоило 50 рублей. Печенье стоило 25 рублей. Затем взяла вот такую маечку для малышки. Просто она мне понравилась своим рисунком. Такая летняя. Такая красивая. Ну, естественно, состав я посмотрела. Не знаю, видно вам или нет, но состав 100% хлопок. Вот такой. Походим. Не мерила, взяла на глаз. Затем я купила вот такой коврик. Прорезиненный. Тут вот так он открывается. Это антискользящий коврик. Вот так выглядит. Можно для ванной туалета, для ванной душевой кабины и для кухни применять. Я взяла для применения ванной. Моя малышка любит играть в ванной. Я, конечно, ни на секунду не спускаюсь в нее глаз, не отхожу, но для более удобства, чтобы она все-таки не подскользнулась, я решила, и чтобы ей сидеть было удобнее на дне ванны, я решила купить, попробовать вот такой коврик. Будем пробовать. Затем я купила вот такой набор мелков. Первый раз такие увидела. Вот здесь три штуки. Они были все по три штуки, но разных цветов. Вот информация про них. Мы скоро поедем на отдых. Я думаю взять их с собой. Так как на отдыхе крупные вещи стирать я не буду, потому что там не будет стиральной машины, то мне, естественно, хочется, чтобы дети по максимуму были чистыми. И вот эти мелки, я надеюсь, что они действительно будут держать за ручку, и поэтому не будут все перепачканы в мели. Вот здесь, как вы видите, разные цвета. Детишек у меня трое. Можно каждому выдать по мелку, и пусть рисуют. Ну, или еще купим другие цвета. Вот так выглядят. Решила попробовать. Также еще взяла вот такой блокнот в твердом переплете. Вот такой красивый. Это я взяла для дочки. Она скоро едет в лагерь, и, возможно, захочет там делать какие-нибудь записи, записать контакты новых друзей, и блокнот ей такой пригодится. Здесь вот есть закладочка. Вот, как вы видите, такой приятный, и надеюсь, что прочный. И последнее, нет, не последнее, предпоследнее, что мы там купили, это вот такую тарелку. На днях муж нечаянно разбил любимую тарелку дочери с феями, и ей захотелось новую тарелку, хотя тарелок у нас много. Но с феями не было сегодня тарелок. Вот информация. Поэтому я взяла просто ей новенькую тарелку. Вот такую. Дочке понравилось. Кто не успел посмотреть, информация. Вот тарелка. Такая. И последнее уже, что мы там взяли, на пробу, это вот такое печенье. Стоило оно 25 рублей. Дочка у меня любит шоколад Аленка простой, без всяких добавок. И решили еще и печенье попробовать. Печенье молочный шоколад. Такая вот упаковка. Красного октября. Не знаю, дорого это или дешево. Я на такое печенье в других магазинах, если честно, не обращала внимания ни на цену, ни на само печенье. Поэтому не могу сказать, дорого это или дешево для такого печенья. Стоило оно 25 рублей, как я уже сказала. Все остальное стоило по 50 рублей. Это были все мои покупки на сегодня. Всем огромнейшее спасибо за внимание. До новых встреч!